Здравствуйте! История Петербурга и его богатое культурное наследие связаны прежде всего с разносторонними интересами правящей до революции 1917 года династии Романовых. Все представители венциносной семьи увлекались собирательством, коллекционированием оружия в современном понимании этого слова впервые начал заниматься Петр Первый. На основе своей коллекции государь разрабатывал новые образцы армейского вооружения. А вот при его племяннице Анне Иоанновне в царском селе был собран большой арсенал оружия для охоты и украшения резиденции императрицы. Но, пожалуй, самым рьяным коллекционером оружия оказался внук Екатерины Второй Николай Первый, чье правление пришлось на эпоху господства стиля неоготики и увлечение средневековьем с его рыцарской культурой. При Николае Первом уникальная коллекция в царском селе была впервые систематизирована в специально построенном павильоне «Арсенал», а сам царь получил негласное прозвище «Император-рыцарь». Коллекция оружия, собранная Николаем Первым, его сыном Александром Вторым, при внуке уже Николая Первого, то есть Александре Третьим, оказалась перевезенной из царского села в Эрмитаж. Ну, нужно сказать, что действительно Александр Третий коллекцию Николая Первого, которая находилась в «Арсенале», повелел передать государственный Эрмитаж. Это, кстати, пророческое решение, надо отметить. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны город Пушкин был оккупирован фашистскими войсками. Для немцев представлял он и больший интерес. Предметы, выпущенные как раз-таки в Германию, а в основном многие доспехи как раз-таки были немецкого производства, поэтому не решиток Александр Третий, возможно, не увидели бы мы этой коллекции. Ну, кстати, да. Ну, вот этот доспех – это вершина, наверное, кузнечного мастерства своего времени. Это так называемые максимильяновские латы. Пояснимо, что они названы в честь короля Германии, императора Священной Римской империи Максимилиана. Абсолютно точно. Покровителя рыцарства, кузнечного дела. Самая суть этого доспеха в том, что основные детали крепятся на ожерелье, что позволяет облегчить нагрузку на рыцаря. И весь этот доспех покрыт такими ребрами жесткости, он такой рифленый, что добавляет прочности к латам. Я знаю, что вот с этим, я позволю себе слово «золотым доспехом» связана какая-то, ну, интересная, любопытная легенда. Особенно в плане того, как вы, имеется в виду, хранители и реставраторы царского села, долго не могли понять, что это. Стали работать в архивах, смотреть, изучать, и в архиве конюшенного ведомства обнаружили запись «Доспех радостного» и «Доспех печального рыцаря». Да, в нашей коллекции хранится такой же черный доспех. И выяснилась такая история. Действительно, начиная со времен Петра I, похороны императоров русских сопровождались вот такой средневековой традицией. И всегда эту процессию сопровождал печальный рыцарь и радостный рыцарь, один в черный, другой в золотой. Вплоть до Александра III эта традиция сохранялась. И вот как раз этот доспех относится к времени похорон Александра I. Глеб, я знаю то, что у вас на экспозиции здесь в арсенале находится, если я правильно выражаюсь, точная реконструкция того, что было здесь во времена Романовых. Абсолютно правильно. Сейчас мы находимся над такой композицией из доспехов «Посвящение рыцаря». Это выполнено действительно современными кузнецами, но по настоящим образцам. А источником главным для создания этой композиции послужила акварель художника Рокштолья, который зафиксировал виды интерьеров арсенала и это позволило нам восстановить. Тему царей и рыцарей продолжает масштабная выставка в Николаевском зале и аванзале Зимнего дворца. В государственном Эрмитаже еще со времен Александра III хранится основная масса оружейной коллекции Николая I. Рыцари в доспехах, скрестившие копья в самом центре Николаевского зала, как один из главных символов XI века, сразу погружают в эпоху Средневековья. Масштабная выставка Эрмитажа – это взгляд на то время, когда Российский императорский двор начала XIX столетия был увлечен западноевропейским романтизмом. Именно интерес Павла I и Николая II стал поводом к появлению в Российской империи рыцарской морали этикета, а позже положил начало к феноменальному собранию доспехов, оружия и предметов искусства. Это выставка о двух Средневековьях. Это о Средневековье, ну вот том историческом, который Петрарко называл темным, но оно никаким темным не было, это мы знаем сейчас. Вообще-то выставка про это, и одновременно эта выставка про образ Средневековья, который существовал в России, который был важным таким, важным моделью жизни в российской императорской семье. Начало императорскому собранию положено Николаем I, страстно увлекавшимся оружием. Трофеи, подарки глав государства оружейных мастеров – особые экземпляры, приобретенные на аукционах. К середине 19 века его коллекция насчитывала около пяти тысяч предметов и считалась одной из лучших в Европе. Будучим еще мальчиком практически, он посетил Европу во время наполеоновских войн, посещая замки, дворцы, где доспехи стояли в качестве декоративного убранства, но уже они вышли в возупотребление. Конечно, ему понравилось, как любому мальчишке, большое значение эта коллекция имеет. Ну, во-первых, поскольку она самая большая коллекция, ну, доспехов во всяком случае. Она мемориальная, потому что связана с именем Николая I. Это императорская коллекция. Поэтому, конечно, для Эрмитажа она бесценна. 234 года назад, 14 июля 1789 года, со штурма оплота абсолютизма тюрьмы Бастилии в Париже началась кровавая Великая Французская революция. Казалось бы, при чем тут Петербург? В революционном угаре был фактически полностью уничтожен важнейший с исторической точки зрения бастильский архив. Но часть его все же удалось спасти благодаря дипломату из российского посольства в Париже, известному библиофилу Петру Петровичу Дубровскому. Многие важные документы он буквально подбирал с грязных мостовых перед Бастилией, что-то вытаскивал из костров. Эти памятники по истории Франции вошли в состав уникальной коллекции рукописей Дубровского, которая и легла в основу депо манускриптов, богатейшего рукописного фонда императорской публичной библиотеки в Петербурге. Именно здесь мы до сих пор можем увидеть любопытные документы 17 века из легендарного «Дела об отравлениях», связанных с массовой гибелью от ядов французских аристократов при дворе Людовика XIV. И мемуары о тюремном быте 18 века знамитого французского авантюриста Латюда, проведшего в застенках Бастилии в общей сложности 35 лет. И культовое произведение Шевалье де Росегье, путешествие на Аматонту, едкую сатиру на Людовика XV с его окружением во главе с маркизой де Помпадур. Весь тираж был изъят из продажи, а автора заключили в Бастилию. Также архив Бастилии в собрании Российской национальной библиотеки включает и отчетные тюремные журналы, и подлинные документы по делу о так называемой «мучной войне» 1775 года народом движений во Франции из-за острой нехватки хлеба. А еще здесь есть то самое бастильское дело Вольтера и расследование в отношении тайного русского агента при французском дворе, датского дворянина Бона, обвиненного в 1734 году в шпионаже в пользу императрицы Анны Иоанновны во время войны за польское наследство. Его обвиняли в том, что он доводил до сведения русского и французского правительства те секретные сведения, которые он мог получить от французского подстава в Константинополе. Таким образом, это фактически дело о шпионаже. В этом сборнике, наверное, особый интерес представляет первый документ. Это донос, по которому Вольтер и был заключен в Бастилию за то, что он держал антиправительственные речи в присутствии Борегара, того лицо, от имени которого этот донос и был написан. Великая французская революция закончилась якобинским террором, а он, в свою очередь, сменился реставрацией монархии и приходом к власти Наполеона Бонапарта. Отечественная война 1812 года разделила уже историю нашей страны на до и после. Русская армия держала вверх, а император Александр I навсегда остался в народной памяти царем-победителем. Война 1812 года спровоцировала небывалый патриотический подъем в русской культуре, ознаменовавшийся появлением огромного количества мемориалов в самом сердце города на Неве, на Дворцовой площади. Среди них один из символов города Петра XIX века – легендарная Александровская колонна. Впервые в Петербург колонна для Александрийского столпа была доставлена 12 июля 1832 года. Александровская колонна, которую с легкого пушкинского пера называют и Александрийским столпом, могла появиться в Петербурге еще в 1814 году. Александра I просили принять титул благословенный и воздвигнуть в столице памятник в знак благодарности за победу над Наполеоном. Монарх отказался. Мол, я всегда призываю народ к скромности и смирению духа и должен показывать тому пример. К идее памятника вернулся император Николай I. Монферран, взявшийся за проект колонны, выбрал ангела с крестом, указывающего на небо, работу скульптора Орловского, тем самым олицетворяя последние слова монарха «Наш ангел на небесах». Кстати, именно поэтому в лице вестника Божьего можно увидеть черты лица Александра I. Два года ушло на то, чтобы высечь колонну из скалы в Петерлакском карьере, доставить ее к дворцовой набережной и, наконец, с помощью двух тысяч гвардейцев и четырехсот мастеровых установить на историческое место. Час и сорок минут публика, и в том числе императорская семья, наблюдала за возведением колонны, каждую секунду ожидая несчастья. Хирург был наготове. Но до открытия памятника пройдет еще два года. В ночь на 30 августа 1834 года над Петербургом разразилась страшная буря. Спустя несколько часов ее громовым раскатом вторила часовая пальба 248 орудий в честь монумента. В России постройка дач стала распространяться в царствовании императрицы Екатерины Великой вместе с развитием просвещения. Модное место была Петергофская дорога. Это фрагмент из очерка «Дачи» знаменитого петербургского журналиста середины 19 века Фадея Булгарина. Он был первым, кто описал феномен дачного Петербурга, приобретшего небывалые масштабы уже в начале 20-го столетия. Но настоящими дачными столицами Российской империи стали Вырица и Сиверская. В судьбе Сиверского имения министра императорского двора барона Владимира Фредерикса, который построил на своей земле 9 дач, как в капле воды отразилась история поместных владений после отмены крепостного права. Земля стала обременять этих землевладельцев, они были вынуждены ее продавать. И поначалу продать большими, опять же, участками по несколько десятин. Постепенно размер земельных участков уменьшается, уменьшается, уменьшается по 30-40-50 соток. По тем временам это было непривычно мало, ну, вроде как, не на что посмотреть. Но, тем не менее, именно вот такой размер участка оказался оптимальным для среднего горожанина. Как писала насмешница Теффи, и стал дачник плодиться, размножаться и наполнять собой озерки, лахту, лесное, удельную и все парголово. Сиверская же была настоящей дачной столицей. Ежегодно здесь отдыхало несколько десятков тысяч петербуржцев. Поезда были заполнены не только дачниками, но и их скарбом от швейной машинки до пианино, которые размещали в багажных вагонах. На вокзале отдыхающих поджидали местные крестьяне, занимавшиеся извозом. Мода на дачи изменила уклад и бывших крепостных. У кого есть излишки жилья, сдают их горожанам. Продукты питания производятся здесь же, на крестьянских дворах. Говорили так вот в то время, что сиверский крестьянин по осени подсчитывает урожай, но не на зерновые, а на дачников. Революция внесла свои коррективы. Кто-то по-прежнему отправлялся к родным в деревню или снимал дачу на лето, не заботясь о бытовых неудобствах. Но огромная масса советских граждан отдыхала так же, как и строила коммунизм. Коллективно – в пансионатах, санаториях и домах отдыха. Главным летним трендом стал детский отдых. В той же Сиверской уже летом 1919 года в бывшей усадьбе барона Фредерикса поселилось три сотни петроградских беспризорников. Первые пионерские лагеря здесь появились в 1928 году. Это пионерский лагерь Василиосровского района. И потом эти пионерские лагеря стали здесь множиться, размножаться, их стало огромное количество. Скучать в пионерских лагерях было некогда. Это и спортивные соревнования, которые устраивались регулярно, это пионерские праздники, это многочисленные кружки. Кружок умелые руки из подручного материала. Обрезков каких-то досок, фанерок, кусочков проволоки. Собирали различные конструкции. Например, собрали пожарную машину. Наверное, особый интерес представлял фото-кружок. Поэтому много фотографий из пионерской жизни. В прошлом осталось строительство коммунизма и машинок из подручных материалов. Уже не актуальна пахота на дачных огородах, чтобы обеспечить семью запасами на зиму. Время идет, но мода на дачную жизнь никуда не уходит. И в продолжение темы загородного отдыха в ближайшие выходные можно отправиться в Государственный музей-заповедник Павловск, где пройдет традиционный праздник «Императорский букет», в этом году посвященный Ивану Андреевичу Крылову. Именно в Павловске он написал знаменитую басню «Василек», которая в этом году исполняется 200 лет. На празднике представят флористические композиции на сюжеты басен Крылова. В Павловском парке можно будет встретить персонажей его басен, а у павильона «Вольер» прослушать фрагменты его писем. Также для гостей готовят театрализованную и музыкальную программу. На этом все. Увидимся ровно через неделю в следующую пятницу в 21.00 только на телеканале «Санкт-Петербург». Санкт-Петербург. 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 Санкт-Петербург.